Абхазия 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 В эти же дни в Германии в центре Карла Брюгера под эгидой Международной Черкесской Ассоциации проходит конференция, на которой гражданские активисты, представители научного сообщества, говорят о сохранении культуры, идентичности, установлении диалога между черкесскими организациями по всему миру. Самым ожидаемым событием нынешней недели стало назначение премьер-министра. 14 октября президент Рауль Хаджиба огласил имя главы правительства Валерия Бганба. Напомню, что Валерий Бганба возглавлял кабинет министров с сентября прошлого года до 10 октября нынешнего года. До этого в биографии чиновника было два срока в собрании Гагарского района. Затем он возглавил администрацию этого же района. Далее два срока в парламенте. А в 2012 году Бганба был избран спикером парламента. И вот теперь, видимо, по традиции он пошел на второй срок премьерства. В 2014 году Валерий Бганба исполнял обязанности президента. Недолго. С 1 июля по 25 сентября. Впрочем, повторное назначение Валерия Бганба премьер-министром никого не удивило и даже не вызвало никакой реакции в рядах вечно протестующих по любому поводу. Первое свое совещание после назначения премьер провел со старым составом правительства. Обсуждали ремонтные работы по инвестиционной программе. Премьер призвал своих подчиненных завершить восстановление объектов до конца первой декады ноября, чтобы государственная комиссия успела оформить необходимую документацию по их вводу в эксплуатацию. Члены правительства обсудили будущую инвестпрограмму. Абганба отметил, что главными критериями отбора подрядчиков должны быть профессионализм, опыт и качественная проектная документация. Так что, профессионалы, готовьтесь к конкурсу. Еще одно совещание с сотрудниками Министерства сельского хозяйства, представителями районных администраций и учеными было посвящено разработке плана мероприятий, направленных на сохранение комплексов многолетних насаждений, заложенных в 2010 и 2012 годах. Руководство Минсельхоза сообщило, что государство погасило все задолженности перед работниками плантаций в полной мере. Премьер-министр поручил профильным ведомствам подготовить документацию для передачи садов с баланса НИИ сельского хозяйства в районное управление. Судя по первому и второму совещанию нового старого премьера, можно с достаточной долей уверенности спрогнозировать, что новый состав правительства не претерпит значительных изменений. Но на обдумывание этого вопроса, согласно Конституции, у премьера и президента есть еще целых три месяца. Тем временем кадровые изменения произошли и в администрации Гальского района Абхазии. О новых назначениях глава района Тимур Надарая сообщил на совещании с начальниками районных отделов. Но об этом уже подробно рассказал мой коллега. ЧП в Гагарском районе вновь привлекло внимание к проблемам энергетики. На прошлой неделе ударом молнии был выведен из строя трансформатор на подстанции Бзыбь. И жители Гагарского и Гудаутского районов остались без электричества. К вечеру энергетики заменили трансформатор, который уже не подлежал ремонту, и подача электроэнергии возобновилась. После этого ЧП Черноморэнерго организовала для журналистов пресс-тур на подстанцию Бзыбь, чтобы ознакомить общественность с состоянием энергосистемы. Специалисты подробно рассказали о проблемах, об устаревшем оборудовании и о мирах, которые предпринимаются по его замене. Но главный посыл энергетиков к общественности заключался в призыве к рациональному использованию электроэнергии. Так что не забывайте выключать свет, выходя из комнаты, отключать электроприборы, когда вы ими не пользуетесь. Иначе время повышения цены на электроэнергию наступит раньше, чем мы этого ожидаем. Тема экономии электроэнергии прозвучала в интервью «Радио Спутник», которое дал директор «Энергосбыт» Инал Ласба. Он рассказал, что в 2019 году количество потребляемой электроэнергии возросло. К 1 октября республиканский счет за свет составил 500 миллионов рублей, что на 47 миллионов рублей больше прошлогодних показателей. Увеличение расходов на электроэнергию глава «Энергосбыта» связывает не только с климатическими условиями, но и с нелегально функционирующими майнинг-фермами. Ласба отметил, что самыми примерными налогоплательщиками стали Гулирибский, Галский, Сухумский район и город Сухум. Он объяснил, что в восточной части Абхазии более налажена система учета потребления электроэнергии. К примеру, в Сухуме система позволяет автоматически отключать абонентов при неуплате за электричество. Ласба похвалил гальцев, которые, на его взгляд, являются традиционно добросовестными плательщиками. Не знаю, как вам, а мне было приятно. Еще об одном престоре недели. Журналисты из России приехали в Абхазию знакомиться с нашей историей, культурой, достопримечательностями и курортами. 15 октября в Сухуме прошел круглый стол на тему продвижения курортов Абхазии в СМИ. Организацией престора занималось Министерство по курортам и туризму Абхазии. Тем временем в Абхазском государственном университете открылся шестой международный арт-пленер «Краски осени Абхазия-2019». В нем участвуют более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы. Художники посетят Сухум, Новый Афон, Гагру, Моквский храм, и 24 октября выставят на суд зрителей работы, которые были выполнены в рамках шестого международного арт-пленера «Краски осени Абхазия-2019». Такой положительной, на мой взгляд, была уходящая неделя. До следующего воскресенья и всего вам доброго!